Сегодня мы продолжаем нашу прогулку по Нюрнбергу Мы уже вернулись Погода, конечно, не очень Хотя тепло Посмотрим Что мы увидим? Говорят, мы едем смотреть замок Кассел Сейчас посмотрим куда нас приведет дорога Это старая крепостная стена вокруг малого центра Даунтауна И вот мы поднялись уже на ту гору которую я вам показывала с другой стороны и идем в замок Кстати, вот это переоборудовали под общевитие для студентов И вот мы гуляем Идем вдоль этого Идем к основному входу Он говорит, что здесь был раньше ров заполненный водой и здесь были крокодилы Ну, вполне возможно вон сколько туристических автобусов Сегодня еще суббота Ну, конечно, эти старинные стены впечатляют что уж говорить действительно впечатляют Так, это очень хорошо, что мы сюда пришли потому что я, честно говоря так, в душе очень лелеяла надежда Он какой бубик хороший бежит Очень хотела увидеть Ну, вот они исполнили мою желание Кстати, посмотрите на вот этот крохотный такой предаточек, как аппендикс А сзади еще какая-то голубая башня Значит, мне сейчас рассказали, что германские императоры они не подолгу здесь жили но очень часто сюда приезжали и именно отсюда они правили Европой около 500 лет в средние века, в общем, это главенствующие королевские дома были Так, это вот уже так сказать, подъем ну, в свое время был подъемный мост и вот там такой вот этот домик беленький я его с другой стороны потом покажу и вот герб так сказать Coat of Arms Погода Погода, знаете, какая вроде солнце хочет проглянуть Ой, автобусов до черта здесь посмотрите сколько вот и после дождя такой свежий приятный запах травы, цветов в общем, приятная погода Так, и теперь мы уже поднимаемся к самому замку по самому очень впечатляюще, конечно замок но мы с Ренатой беседовали о том какие были санитарно-гигиенические условия и здесь какой-то кран тарчит вот не к месту в средние века и вот Европа, которая так кичится своя чисто плотность тем, что они еще весь мир учат жить а здесь еще такое кафе милое где можно посидеть поням-нямкать вот очень символично они взяли вот этот старый домик видимо домик привратника и превратили вот в такое милое кафе о, посмотрите какой хороший стрелок там где он? вон он вон наверху вот какой домик значит этому замку тысячу лет он построен ровно тысячу лет назад ну надо признать что для тысячи лет эти стены действительно внушают такое уважение и это весьма и весьма там опять герб и вот отсюда этот домик вам покажу о, и мы входим вот в такой туннель ну я представляю всадника на коне и как он проходит через этот туннель и цокот копыт и развивающиеся перышки на шлеме вот так что романтично кстати посмотрите а я думал только у нас портят памятники старины оказывается нет даже эти дотошные немцы которые вроде бы должны все беречь ох ох вот это красота вы посмотрите что они делают я думала здесь ремонтируют а они вот в эту красоту тысячелетнюю вписали какой-то жуткий бетон сейчас будут еще европакеты ставить какая гадость лучше пойдем отсюда это ужас это просто ужас еще раз вам покажу вот эту часть это хорошо итак толпы туристов сегодня суббота народу много мы проходим через эту приятную такую арку о, какая прелесть давайте подходим вот к этой большой башне вот что мне в ней нравится вот эта черная штука это вход такой крылечко вот опять там эти бетономешалки я не могу понять что у современных людей все чешется вот они хотят все обязательно изуродовать свое веское слово сказать вот зачем не могу понять так мы уже в этом внутреннем дворе опять так голубая башня я там людей вижу видимо туда можно подняться сейчас мы поднимемся а пока что мы идем сюда вот сюда вот что они сделали вот что они сделали вы посмотрите вот эта часть это пристроенное общежитие для студентов вот я честно говоря не могу понять другого места в городе для студентов не было вот ну никак да просто кушать не могу так надо было в замке делать общагу ужас а теперь давайте посмотрим вид сверху вид сверху как одни автобусы так брусчатка честно говоря ну правда она древняя я понимаю ей тысячу лет но она очень скользкая мои босонушки чего-то меня подводят ну прежде чем спуститься туда вниз к этой жуткой бетономешалке я поднимусь лучше сюда посмотрим что тут шо це таке и шо тут такое интересное а вот здесь открывается вид на эту башню на которую я все и колокол еще есть вот колокол вон башня старые хорошие дома улица вообще-то Нюрнберг очень сильно бомбили причем бомбили англичане так весьма остервенело по-моему они мстили за свой Ковентри за Лондон и за все остальное вот и вот здесь открывается фантастический вид на город до этого я вам показывала с города сюда вид на замок сейчас показываю обратно с замка на город вот мы там были я этот даунтаун вам показывала вот очень красиво очень красиво они очень умело отреставрировали город правда честно говоря старых построек из-за этих бомбежек осталось мало ну да в общем честно говоря вот совсем-совсем честно в глубине души мне их не жалко никого потому что они такое сотворились нашей страной такое количество людей погибло ценности исчезло все было уничтожено разрушено это вот кстати вот этот студент хостел вот другого места не нашли только в замке особый почет студентам вот так что честно говоря око за око как говорится вот липа хорошая око за око зуб за зуб спустилась по этому спуску к общежитию а там есть еще проход ну ладно и я так поняла что есть здесь еще улица которая уходит в город и Рената мне тоже что-то сказала по этому поводу что оказывается можно сюда добраться с другой стороны из города с другой части города но это конечно уже будет очень крутой подъем а оно нам надо вот это общежитие вот это башня я хочу вам показать здесь один дом сейчас подойду к нему он очень красиво он очень красиво расписан вообще у них как в Чехии значит они посмотрите что сделали они взяли вот эту старую часть вот которая была видимо дворцовая потому что здесь вот этот герб coat of arms и сверху надстроили в своем традиционном стиле вот эти вот самые башни там Youth Hostelling International я тут мешаю машине ну ладно вот как раз вот здесь есть такой спуск в город но я естественно туда сейчас не пойду и вот я говорю как в Чехии ну может быть и в других европейских странах в Англии я честно говоря этого не видела вот пожалуйста это башня вот это все старая часть и вот это вот и это я понимаю что уже современная работа кстати сказать весьма набожный народ посмотрите какая прелесть видите и вон там еще постараюсь показать вам поближе вот там тоже видите вот такие вот очень приняты у них и маленькие частные дома и большие на стенах лики святых в рамочке иногда под стеклом вот и плюс ну цветы естественно кругом и плюс вот такие изображения на стенах всевозможные рисунки либо опять святых изображают либо какие-то сцены из жизни такие бытовые и вот мы наконец поднялись к этой башне я совершу героический поступок оставлю их старичков своих внизу ой народу немерено причем очень много китайцев много из восточной европы людей из россии были здесь люди чехия я не знаю венгры кого то только не было я поднимусь туда наверх и посмотрю на город сверху всем болячкам на зло конец здесь теперь другой панорамный вид посмотрите вот внизу кстати кафе люди жуют а мы на них сверху смотрим вот какая прелесть и колокола и вот весь вид города какая красота сейчас верну на эту самую башню так вот мы вошли в этот внутренний дом двор ой какая сказка вы только посмотрите какая сказка ой мама моя ой ой this is so beautiful я и с вами говорю и с так сказать нашей хозяйкой вот пожалуйста и сюда вам покажу вот нижнюю часть ой какая прелесть я сейчас вам просто вот это покажу эту красоту вот постараюсь подняться наверх если мне ничего не помешает или никто не помешает ой ой это что-то это что-то ну вот как может вот это не нравится вот это красота ой какая прелесть просто прелесть ну-ка пойду туда наверх лучше здесь эти строительные работы ой какой камень интересный это песчаник его вот так обточили и оставили как здорово да с замками конечно в Европе дела обстоят очень обстоятельно и хорошо ну не знаю строительные реставрационные работы скорее всего что-то чинят делают но с точки зрения туристов это конечно безобразие так теперь я снизу покажу эту башню там святоши и вот этот вход очень красивый вход и вот отсюда спускалась дорога вниз и вот я говорю я опять таки представляю мне бы не шмякнуться здесь вот вот дорога уходит вниз туда опять арка и это выход дальше в город с другой стороны вот а сейчас я одна заберусь вот на ту высокую башню так я забираюсь наверх вот отсюда вход потом по галерее и туда так к своему огромному разочарованию и грусти великой башня закрыта там были люди но ее почему-то сейчас закрыли вот я поцеловала дверь и отправляюсь к своим старичкам и мы пойдем вот этот еще один внутренний двор здесь их герб и массивный замок вот какой двуглавариум ой это что за райский уголок ой 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 на этой красоте я попрощаюсь с вами до свидания из Нюрнберга потому что моя камера зас сдохнет вот так что всем счастливо оставаться до встречи в Ереване тадам а теперь пост скрипту чтобы меня почему то все видео получается с под scream то посмотрите на этот фантастический ресторан вы не по верите Вот на стене написано 1419 год Вот Видали? Наш друг Зарезервировал Места в ресторане И мы сейчас идем туда Ну я постараюсь Внутри что-нибудь снять Но пока мест Не уверена Это получится или нет Но я решила вам показать Куда мы в наш последний день Отправляемся Ой, ну потрясающая прелесть Как это, знаете Кукольный домик Из какой-то пьесы Вот Ну и еще немножечко покажу Здесь еще одно такое же старинное здание Вот Я тут углядела И еще там одно Сейчас пройду Покажу Вообще, честно говоря Мы очень мало чего Успели посмотреть В Нюрнберге Потому что Ну что греха таять У нас всего была неделя Из которой мы Три дня провели в Австрии Вот Это тоже что-то Очень-очень старинное Ну если не 15-й То как он 16-й А, вернее Она мне сказала Тут вот 15-й Потом 16-й Вот это век И это 17-й век Или наоборот В общем Тут вот подряд Эти старинные дома И здесь какая-то фигня Вот такая современная То ли улитка Свернутая трубочкой То ли непонятно что В общем Искусство современное Итак Мне разрешили снять В ресторане Это я Вид из окна На другую улицу Вот тоже такие Средневековые На счетонке Это один из маленьких Салонов на втором этаже Я, конечно В каком-то ненормальном порядке Снимаю У меня такой Ой, какие птички тут See the birds See the birds Вот Такие разрешили снять Я в абсолютно Полном кайфе Не знаю Почему Решил снимать Со второго этажа Здесь, конечно Такой милый Полумрак Вот Крохотные окошки Ну, слушайте 1419 год Вообще Сдохнуть можно Просто здесь Темновато Немножко И Попросили Особенно Значит Собственно Я с видео И не могу Какой Зяец Где он Так он Лучше Виден Наверное Вот Видит Из окошка Так Пойдем Теперь Смотреть Первый этаж Он мне Он мне Больше Понравился А запах Здесь Знаете Какой Вот Старые Очаги Были Да Это Не Камины А Старые Очаги Какая Крутая Лестница Сейчас Я по ней Спущу Чтобы не Шмякнуться Вот 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 И Пошли Посмотрите Какая Прелесть Даже Туалеты Оформлены Нилы Тут Женщины В Национальных Одеждах Ой Какая Ой Сори Смотрите Какая Прелесть И Виктор Стоит И Тоже Рад Ах Вот Они Тут Чем Заняты Вы Посмотрите Что Он Делает Товарищ Правда Национальная Принадвежность Как С С этим Антуражем Не Вяжется Но Говорят Что В этом Ресторане Кстати Подают Вот Отсюда Видно А мы Будем Сидеть На Улице Вот Ой А здесь Как Мило И Какая Посуда Я Сдохну Сейчас Этой Посуде Я Представляю Сколько Лет Вы Посмотрите На Эти Утюги Крохотные Фуя Весы Какие Со своими Гирями Ой Видите Какой У меня Пост Скриптум Получился Это Необыкновенный Но Очень здорово Что здесь Есть Ну я понимаю Что это Копии Но есть Дюрер Это Радует Да И говорят Что здесь Подают Сугубо Не просто Национальный А блюда Свойственные Именно Нюрнбергу Все Таки Нюрнберг Был Очень Важным Политико Административным Экономическим Центром Так что Посмотрим Чем Нас Будут Здесь Кормить И вот На выходе Посмотрите Опять набор Но это Уже Кстати Серебряная Посуда Смех Смехом А посуда Серебряная Ой Вы посмотрите Чем дверь Держится Значит Грузик Вот это Все Протянуто Туда Вот так Держится Дверь А на двери Бабочка Как я говорю Бабочка Ну ладно Пошли кушать Бон аппетит И вот я решила Вам показать Здесь ночь Подают И традиционную Нюрнбергскую еду Это салат Это не пюре Это салат Из картофеля Дальше Вот эти Свиные Сосиски И отбивные С кусочком сыра Там кстати Хрен был А это Что-то Типа С соленой Капусты Тоже салат Причем Я так понимаю С тамина Так что Мы решили Взять Именно Их чисто Национальную Еду Так что Нам всем Приятного аппетита Пока Посмотрю Будут ли Еще Подскриптумы Тазе 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 Доросе Подскриптумы